Скажите, как оцениваете свои результаты сегодня? Я свои результаты оцениваю хорошо, то есть на что машина была способна, все из нее выжил, скажем так, даже вот поломалось, но ничего страшного. Сильно расстроились, что с ТЦУ не получилось прокатиться? Ну, есть небольшое, конечно, расстроится, но я старался попасть, вообще пройти квалификацию и попасть в топ-16, поэтому для меня это было первоочередное задание, я его выполнил, после чего произошла поломка, ну а дальше уже получилось так, как получилось. Расскажите, а почему все наши пилоты так хотят прокатиться с японским дрифтером? Ну, потому что уровень у него намного больше, и стаж у него большой, и едет он довольно-таки очень хорошо и быстро. И проехать с ним, это, наверное, как, ну раз в сто прокатиться с кем-то из наших, то есть ты смотришь, где он ставится, какой у него угол, там, постановка, траектория, то есть прокатиться один раз с ним, это большой навык. А что сегодня все-таки не случилось с автомобилем, что повредилось? Ну, у нас вышли из строя, вчера вечером турбины, то есть давление пропало, машина не нагнетает, лошадиных мощей, лошадиных сил не хватает, поэтому мы пытались ночью устранить, но не вышло. Расскажите, а как вообще в целом оценивать результаты этого сезона? Примите участие в красноярской дрифт-битве? Нет, я участвую только в хабаровских мероприятиях, на данный момент даже Приморский не поищаю. Единственное, в этом году запланированный сентябрьский выезд на чемпионат Д1. Если машина будет подготовлена в сентябре, ждем там всех хабаровских болельщиков, болейте. Будем отстаивать честь хабаровского уже на азиатском чемпионате. А как вы считаете, кто из пилотов восточной дрифт-серии ваш основной соперник? Да я не знаю, соперники-то в принципе все, поэтому кого-то отдельно ярко выделить я не могу. А когда вы вообще увлеклись этим спортом? Ну, первые соревнования по дрифту я посетил в 2007 году. То есть мы, нас было два человека, это проходили соревнования в клетке на набережной, это асфальтная площадка размером с баскетбольную, ставилось там 3-4 покрышки, вокруг них нужно было прокатиться. Участвовать могли даже переднеприводные автомобили. А расскажите, вот если обычный человек захочет заняться дрифтом, что для этого в первую очередь нужно? Ну, для этого нужен автомобиль специально подготовленный, ну и, соответственно, ежедневные тренировки. Тренировки можно посещать на премьеринге, там открыта школа дрифта. В Хабаровске такой школы нет, поэтому это дополнительные затраты для хабаровчан. Ну, а сколько примерно? Дорого ли заниматься таким видом спорта? Ну, достаточно дорого. То есть у нас есть хабаровские любительские соревнования проходят, это более бюджетный такой вариант. То есть, ну, подготовить нормальный автомобиль, к примеру, это в районе миллиона рублей. То есть, соответственно, ну и дальше затраты покрышки, расходный материал автомобильный, форму нужно специальную покупать, которая не горит, она тоже не дешевая. А как относитесь к девушкам в этом виде спорта? Да, в принципе, нормально, когда, не знаю, вот в любом виде спорта, даже там, ну, в дрифте, да, вот девушку я не оцениваю как девушку. Это вот гонщик, там, женщина он или мужчина, ну, без разницы. А как вообще поддерживаете отношения с другими хабаровскими дрифтерами? Ну, в принципе, хорошо, потому что часть дрифтеров, с которыми мы начинали в 2007-2008 год, некоторые из них продолжают участвовать, и мы с ними абсолютно в хороших отношениях. Скажем так, команда, поддерживаем друг друга. Даже у нас в техпарке один представитель такой находится, болеет за меня. Расскажите, какие планы на следующий сезон? Может быть, что-то поправить, что-то поменять в автомобиле? Ну, следующий план на сезон, то есть, у нас есть договоренность с компанией «Валран», то есть, мы занимаемся подготовкой автомобиля. Зимой мы будем увеличивать мощность, чтобы автомобиль был конкурентоспособен. Я думаю, что в следующем году, если все будет хорошо, и все планы наши сбудутся, мы построим конкурентоспособный автомобиль, я думаю, что Хабаровск будет уже представлен более лучше и в лучшем виде. Расскажите, все-таки дрифт занимает огромное количество вашего времени. Как относится вторая половинка к этому? Ну, на самом деле, она занимает, но не так много, да. Опять же, благодаря нашим спонсорам и компаниям, да, они занимаются техническим обслуживанием автомобиля, то есть, я приезжаю, только езжу, то есть, какие-то технические части, ну, скажем так, приходишь только, говоришь, что нужно, тебе делают. А легко ли новичку прийти в этот спорт, найти спонсора? Ну, спонсора в Хабаровске вообще найти, в принципе, тяжело, потому что, не знаю, у нас как-то трудно мне даже ответить на этот вопрос, я затрудняюсь. Как-то вроде про дрифт слышали все, но не готовы вкладываться, не каждый спонсор понимает, какую отдачу можно с этого получить. Поэтому, в принципе, новичку нет, я же говорю, достаточно какой-то, ну, достаточно автомобиля. У нас есть соревнования, стрит-легал называется, то есть, это любительский, там не обязательно даже как ас варной, то есть, можно приехать на стандартном автомобиле, достаточно поставить ЛСД, это порядка, там, 30 тысяч рублей, механическая коробка передач и все, и, пожалуйста, колес на монтажах много. А участвуете в подобных соревнованиях любитель? Ну, в любительских зачет не иду, иногда просто как показательные выступления, да, иногда проходит такое. А что бы посоветовали начинающим дрифтерам? Ну, не бояться, тренироваться почаще и готовить автомобиль, посещать более профессиональные соревнования. И вот все-таки, сегодня большое было приковано к вам внимание, все-таки единственный хабаровчанин. Расскажите, как ощущения? Ну, страха нет, есть небольшое, как бы, чувство ответственности, да, хотелось бы, чтобы, говорю, Хабаровск представить, чтобы Хабаровск отличился, то есть, я для себя, приехав на эти соревнования, ставил основную задачу пройти квалификацию и попасть вообще в топ-16, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Ну, то есть, задачу я свою, которая перед собой была поставлена, я выполнил. Спасибо вам большое. Все, не за что.